Не нужен нам берег турецкий, ведь теперь у нас есть Ялта, Судак и даже Алубка. Жирный лайк поставили президенту интернет-пользователей на этой неделе. Крымские события безоговорочно возглавляют рейтинги поисковых запросов. Для многих юзеров это и стало настоящим днем счастья. Что накликали уральцы в мировой паутине, знает Надежда Маркова. Возвращение блудного Крыма. В интернете сейчас столько и разговоров, что о воссоединении России и ее старой Новой Республики. Пример референдума уже оказался заразительным. Присоседиться к нам пожелало еще и Приднестровье. Кто следующий? Судя по запросам в поисковой системе, горожане сейчас стараются раскрыть все карты. И не только из-за ситуации в Крыму. К примеру, пользователи выясняют, куда делся малазийский Боинг. Самолет и 200 пассажиров еще в ночь на 8 марта. Как в воду канули. Будем надеяться, что не в буквальном смысле. Рейтинг популярности новостей составляем в нашем еженедельном интернет-обзоре «Клик народа». Не на тех напали. Маленький, но гордый Крым в конце прошлой недели сам решил свою судьбу и вышел из состава Украины. За возвращение домой в Россию проголосовали почти 97% тех, кто пришел на референдум. Теперь интернет-пользователи заняты поисками обновленных карт страны и уже интересуются покупкой недвижимости на полуострове. Его жители в течение месяца получат новое гражданство, рубли и законы. Правда, такое единение и согласие не дают покоя многим странам, поддерживающим Украину. Евросоюз и США грозят России санкциями. Конечно, иронизируют блогеры. Без единого выстрела Америка не может признать новый статус Крыма демократическим. Вторую неделю екатеринбуржцы не могут понять, куда исчез малазийский Боинг. Его со спутниками и экстрасенсами ищут специалисты уже 26 стран, прочесывая территорию от Казахстана до Антарктиды. Количество версий исчезновения самолета, направлявшегося из Куала-Лумпур в Пекин, увеличивается с каждым днем. Самые вероятные – авиакатастрофа, теракт и угон. В пользу последнего говорит тот факт, что курс лайнера был вручную изменен еще до того, как экипаж в последний раз выходил на связь. О том, что Боингом золодели угонщики, говорят и экстрасенсы. По их словам, все пассажиры живы, но ужасно напуганы. Тем временем сыщики продолжают бороздить моря и океаны. Счастье есть. Ну, может, для кого-то пить. Вариантов много. Составить свой топ екатеринбуржцы попытались в Международный день счастья. Этот праздник появился лишь два года назад. Однако, от чего сердце начинает биться чаще, людей интересовало всегда. И вот к 21 веку неугомонные британские ученые вывели формулу счастья. Это чувство, думаю, посетит всех, кто ее расшифрует от осознания собственной эрудированности. И оно уж точно не в деньгах, выяснили те же исследователи, составив всемирный индекс счастья. Ведь выше всего он у так называемых развивающихся стран, а значительно ниже у мировых лидеров. А что вам для счастья надо? В интернете в преддверии праздника составили рейтинг, чего людям обычно не хватает, чтобы постоянно витать в облаках на седьмом небе. Результаты оказались предсказуемыми. В лидерах таких запросов – деньги, любовь и карьера. Стоит сказать, что эти данные расходятся с исследованиями ученых, которые давно вывели формулу счастья. Все, что человеку для этого нужно – эндорфины.